Сегодня у нас заключительное заседание восьмой сессии. Как всегда у нас 46 вопросов, в том числе если прибавить второе, которое будет и в третьем, то это более 50. Поэтому день плодотворный в части законотворчества, но содержательно, я бы так не сказал, как и во всей сессии. С нашей точки сессии зрение прошло под флагом СВО, но, к сожалению, с громкими заявлениями, без глубокой реализации. О чем речь? Вы знаете, что у нас 20 лет говорят об импортозамещении, особенно последние два года, очень интенсивно. Но, к сожалению, по нашему мнению, до настоящего времени у правительства нет четкой программы импортозамещения, а есть спор о том, куда повернуть трубу, на восток или на юг. С нашей точки зрения это не импортозамещение. Потому как, если вы бюджетное правило будете реализовывать, вместо закупки евро и доллара будете закупать юан и рубию, ну, завтра вы поскандалите с владельцами юаней и рубри, и что вы будете делать? Поэтому мы считаем, что импортозамещение все-таки должно зыжиться не на бюджетном правиле, а на вложении желательно целевых, безналичных денег, строительства заводов, фабрик, развития сельского хозяйства. Это и есть реальное импортозамещение, которое делает страну и сытой, и независимой, и многое могущей. Поэтому мы будем на этом настаивать. Второе. Это сессия прошла и под флагом того, что идет тихой сапой наступление на права реальной оппозиции. Если вы посмотрите, вот вчерашний закон, 75-й, да, где опять сделали братскую могилу, и к закону об иноагентах присоседили еще 15, которые в принципе лишают возможности провести нормальные публичные мероприятия. Что мы считаем вообще вредительское действие, лиц, которые это готовят? Потому что управляемый, заявленный митинг, это как раз то, что может корректировать мирным способом, в общем-то, действия власти. А если вы загоните опять всех в подвалы и подворотни, то когда народ возмутится, Александр Сергеевич Пушкин, он говорил, что самый беспощадный и жестокий русский бунт возникает. Поэтому мы думаем, что, ну это небольшие друзья России рекомендуют принимать такие законы. Дорогие друзья, я хотел бы поговорить о тех законопроектах, которые фракция КПРФ в этом году подготовила, которые направили, которые внесла фракция КПРФ. Это законопроекты, законодательные инициативы, которые были направлены на отмену законов, предусматривающих усиление политических репрессий. У нас есть такие репрессии, к сожалению. И я эту информацию говорю не только для того, чтобы довести до граждан, но и, прежде всего, наверное, до средств массовой информации, которые вообще этим нашим законодательным инициативам не уделяют никакого внимания, будто нас тут и не существует, будто мы ничего не вносим. Их целый ряд, несколько десятков таких законов, которые нас беспокоят. И я хотел бы остановиться на небольшом их количественных, наиболее важных законопроектах, извините. Ну, прежде всего, это законопроект, который мы внесли еще полгода назад, который находится без движения. Это предусматривающие снижение ответственности в виде штрафов за правонарушение в сфере предвыборной агитации. Я обращаю внимание, что в 2021 году за предвыборную агитацию, это агитация вне определенного периода и вне установленном месте предвыборной агитации, предусмотрена за нее была ответственность в виде от 5 до 20 тысяч рублей на граждан, от 30 до 50 на должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей на юридических лиц. Это крайне суровая мера. Мы поставили вопрос об отмене такого закона, но вот, к сожалению, он лежит полгода без движения. Следующий закон – это в части исключения осуществления дистанционного электронного голосования. Мы помним, что в последние выборы в сентябре такое голосование проходило в Москве, Севастополе, Курске, Мурманске, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Мы не удовлетворены итогами такого голосования, особенно по Москве. Я напоминаю, что результаты голосования в Москве были опубликованы, электронные результаты голосования, результат электронного голосования, только через сутки, без малого через сутки после прошедшего голосования, хотя нам обещали, что все будет делаться за один час. Это первое. А второе – электронное дистанционное голосование изменило итоги выборов. Как мы знаем, в Москве оппозиция, которая выигрывала после обработки результатов на участках, она проиграла по результатам онлайн-голосования. Поэтому наш законопроект лежит полгода без движения, никак его не рассмотрели. Ну, подобных законопроектов у нас не один и не два, а великое множество. Я хотел бы обратить внимание еще на один законопроект, который, может быть, не вкладывается в этот ряд, но тоже говорит о репрессиях со стороны властей. Это законопроект в ответ на закон, принятый по инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева, президента, в 2010 году, о внесении изменений в статью 63 Уголовного кодекса, пункт О, который предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные сотрудникам органов внутренних дел, тягчающим обстоятельствам признанным. Вообще, это, конечно, уродливая норма, я по-другому ее не могу назвать. Фактически, дискриминация в отношении сотрудников органов внутренних дел идет свыше 10 лет. Почему-то нет там сотрудников прокуратуры, судов, Росгвардии, ФСБ и других, а вот именно сотрудников органов внутренних дел. Так вот, мы подготовили еще в марте законопроект, но не можем ее внести по той причине, что нам никак не дает заключение правительство. Регулярно пишу Мишустину напоминание, ответа нет. Надеюсь, наконец, нас услышит премьер и, наконец, мы получим заключение. Спасибо. Действительно, эта сессия, она прошла в рамках специальной военной операции, но, к большому сожалению, основополагающий ли базовый закон, который в данном случае должен был быть принят сразу в марте, внесен на рассмотрение только в июле, причем в достаточно усеченном виде. К тем мерам экстренным, которые правительство через 4 месяца решило применять, относятся расконсервация наших мобилизационных мощностей, возможности заключения соответствующих контрактов и запрет отказа от той стороны, которая может так или иначе поставить ту или иную продукцию. Но, к большому сожалению, ключевые вопросы, которые предлагались нашей фракцией, в виде национализации, в виде необходимости изъятия в государственную собственность предприятий, которые отказываются работать, либо которые не желают поставлять соответствующую продукцию. Даже в лайт-варианте не принято до настоящего времени. Точно так же, как не предотвращен до сегодняшнего момента вывоз капитала жестко. Более того, последним решением Центробанка теперь миллион долларов можно переводить физическим лицам за рубеж. Как не введены нулевые кредиты для отраслей, которые сегодня нуждаются в крайне быстром развитии. Мы говорим об электронике, мы говорим о автомобилестроении, мы говорим об авиастроении. К большому сожалению, правительство сегодня фактически хочет выиграть в мировой войне конкурентной, как реальной, так и экономической, сидя на диване. Отменив лишь запреты, которые существуют для бизнеса, ослабив на них административное давление, и вот сам бизнес должен в этих условиях продемонстрировать рывок и должен вывести нашу страну в лидеры. Экономического развития этого не произойдет без четких государственных шагов, к которым мы призываем уже в течение четырех месяцев. И, к большому сожалению, только сейчас они делаются очень осторожно, очень робко. Причем с такими достаточно спорными, на наш взгляд, изменениями, в том числе и в Трудовой кодекс, сегодня мы будем обсуждать это в рамках обсуждения правительственного законопроекта. Одновременно мы можем сказать, что те законопроекты, которые все-таки дошли до рассмотрения внесенной фракцией, речь идет об установлении минимального базового оклада для медицинских работников, для педагогических работников, в данном случае прожиточного минимума, который бы удовлетворял сегодня хотя бы физиологическим требованиям, все были отклонены под абсолютно надуманным предлогом. То есть то, что мы обещали своим избирателям, эти законопроекты мы внесли. Большая часть из них до настоящего времени находится в резервах или запасниках Государственной Думы, но та часть, которая рассмотрена, были отклонены именно Единой России. Весенняя сессия, благодаря спецоперации, должна была внести большие коррективы в наше экономическое законодательство. Практически все экономические законы пришлось переделывать, и в том числе сегодня, только для того, чтобы дать правительству большие полномочия в деле организации промышленного и сельскохозяйственного производства. Надо сказать, что радикальных мер никаких принято не было. В основном это были меры послабления для бизнеса в области экономики, сокращение количества проверок, хотя требовались, в общем-то, довольно радикальные меры. Значит, фракция КПРФ разработала свою программу антикризисных мер, она состоит из двух 20 пунктов. Мы их предложили нашему правительству. Но кое-что выполнено все-таки было. Вот, допустим, сегодня мы будем рассматривать вопрос о мобилизационной экономике, которую надо было вводить, потому что большая часть экономики нашей страны принадлежит иностранным инвесторам, а они не подчиняются решениям нашего правительства. Вот теперь правительство получит, значит, свои права для того, чтобы руководить эту экономику. Также мы требовали, чтобы не было бюджетного правила, его, наконец, аннулировали. Аннулировали профицит бюджета, который изымал деньги в фонд национального благосостояния. Таким образом, поешь, какие вопросы решены для того, чтобы экономика, наконец, заработала. Но вызывает тревогу то, что вот сегодня будет рассматриваться ряд законов, которые предусматривают секретным образом передавать в концессию какому-то определенному кругу лиц концессию объекта социальной сферы. Затем вносятся поправки в закон о приватизации, и эти объекты будут передаваться в приватизацию частному сектору. А согласно закону концессии преимущественное право на приватизацию имеют вот эти концессионеры, которые получают государственные имущества. Таким образом, есть большие опасения, что наша социальная сфера может уйти в частные руки, а значит, становится платным.